Продолжение следует... 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 Ракетка не играл у меня ночами. Я готов к вам сочетанию. Прекрасно. Да, 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 да. Молодцы. Молодцы. Так вот, наличие ракетки с мячом в руке заставляет человека наконец-то вернуться в себя, сконцентрировавшись на настоящий момент. И все вы в то или иное время, в тот или иной момент убедились, если вы внимательно отнеслись, но хотя бы на какой-то короткий период времени к тому, что вы делаете с ракеткой с мячом, вы должны были отметить, что мяч покидает вас в тот момент, когда у вас качнулась мысль. Взяли ракетку, взяли мячик и ух ты, ух ты, ой, а уже все, уже иди к вами с мячом. Этим можно не заниматься. Ну или заниматься, ну я знаю, какая есть развлечение, ну как люди играют в петеранс, там я не знаю, там полет на пляж. Конечно. Но, вот занятие этим методом, это не самодостаточное времяпрепровождение, такой приятный досуг. Ну как мы часто вот рекламы и упоминаем, это просто активный, активный здоровый досуг. Ну это для того, чтобы объяснить тем, кто не следующий. Вы уже следующий, вы уже в тени. Вы понимаете, что если у вас появляются навыки владения ракеткой и мячом, то у вас автоматически в организме вырабатываются рефлексы мягкости, лёгкости восприятия. Если хотите, непротивление. Ну вот, давайте, согласитесь, да? Вот наш мяч и наша ракета. Ветит на меня мяч. Что делает теннисист в наличии ракетки и мяча? Мы не сопротивляемся. А мы не сопротивляемся. Мы плавно это приняли, провели, и передали. И вот этот длительный момент позволяет мне не сопротивляться к текущему моменту, отбиваясь от него, а присутствовать мне. И вот в этом изобретении китайских мастеров бесценно. Само течение энергии по жизни. Ну, вот мудрецы говорят, любое событие нейтрально. Ну, давайте попробуем вокруг этой фразы. Подлинно ли это? Что бы ни происходило в нашей жизни, если убрать нашу эмоцию, нашу внутреннюю оценку, то кажется, что мы что? Отсюда исходя, есть рекомендация восточных мудрецов. Нет проблемы, которые нельзя было бы не проигнорировать. Вдумайтесь к красотой этой фразы. Нет проблемы, которые нельзя было бы не проигнорировать. Задают вопрос, как жить без эмоций? А кто говорит, что жить без эмоций? Эмоции – это наши инструменты, которые находятся в арсенале меня, человека с большой губой. Мы же по жизни чаще всего подвергаемся воздействию наших эмоций, находясь у них в арсенале. Их управление. Они воздействуют на нас. Вот появляется какой-нибудь, ну, слово там, фитросян говорит, то ли я смеяться, то ли я, ли-и-и-и-и. Появляется ли какой-нибудь там, я не знаю, соседка? Он говорит, ты понимаешь, канализацию прорвало, вот все, это ужасно, я начинаю ручки на эту тему. Ну, могу я контролировать свою реакцию на внешние раздражители? Ну, конечно же, могу. Возвращаясь к нашей ракетке в мячу, малейшая мысль кочнулась, малейшее отвлечение от процесса нахождения здесь и сейчас, и у меня игра прервалась. мое занятие сломалось. Я должен расстроиться, вернуться опять в жизнь. В нашем взаимоотношении я возьму с собой тумашку-то, потому что есть некоторые вопросы к себе. Я вам буду рассказать. По поводу эмоций. Вы, наверное, заметили, я сегодня в зал зашел, я говорю, снимите умные лица. Вот мы сейчас с вами переходим практически в нашем общении в картийскую кофе. То есть, что делать? Ну, кто-то читал Нарбекова, наверное. Наверное, кто-то не читал, да, потому что, скорее всего, читали все. У него там есть улыбки, посвященные, по-моему, ценные главы. Я здесь уже точно-точно не понял, но там очень много всего хорошего. Очень много. На самом деле, не один Нарбеков. Практически все врачи физиологи, все врачи, занимающиеся знакомые со структурой человеческого тела, подтверждают, что улыбка, она очень сильно влияет на состояние внутренних органов. А теперь давайте вернемся опять к китайской или восточной философии. Потому что это не только китайская, а вообще, это же восточный мир. Я воспринимаю какое-то действие, что-то, через свою эмоцию. Вот опять же, да, ты так сам делаешь. Давай, и я начинаю на него. Смеяться. Тут же меня выбивают из этого, и я начинаю обидать. Что происходит у меня внутри? Мои органы начинают теряться. В чем хочет. И возникает некая турбулентность. Значит, Васток говорит, мысль движет ци. Ци – это энергия, да, цигун. Ну, мы говорили, что это, вот это занятие, это высшая форма цигуна. Самая сложная форма цигуна. Цигун – работа с энергиями. Ци – энергия, днем работа. Это с китайского. Почему самое сложное? Два отдельно живущих предмета. Так вот, ци движется мыслью. Мысль первична, мысль материальная. Она может быть не сформулирована, но она уже есть. Она движется. Возникла она во мне. Откуда она взялась, мы пока об этом не будем, да? Потому что это отдельная тема. Природа мысли – это отдельная тема. Это очень интересно. Ну, вот, допустим, у нас мысль возникла. И эта мысль подвигла меня на некое действие. Если я контролирую, или не контролирую, правильно, наверное, не контролирую, все-таки не сопротивляюсь к этому действию, то энергия течет гармонично. Если я начинаю в этот процесс вносить свое участие, то есть вмешиваться в него, значит, происходят энергетические сборы. Какое наше вмешательство, как правило? Наше вмешательство – это отлицательная эмоция. Сама по себе отлицательная эмоция – это, опять же, субъективная оценка человека. Потому что гнев в определенное время, в определенных условиях, он должен присутствовать. Он есть в вакцинале человека, его никто не игнорирует. Он должен быть. Именно поэтому на Востоке, в индийской философии, существует деление общества на касты. У нас были сословия, да, но у нас сословия были исключительно социальные. А индийская кастовость, она только последнее время приобрела, ну, даже не последнее, достаточно давно, но она, как и всякую религию, ее поставили себе на службу. То есть, в религию надо понимать как две вещи. И они часто не пересекаются между собой. Смотрите, у нас, получается, существует… Я сразу оговорился, я православный по причине. Я глубоко убежден в истинности православного учения. Но я достаточно очевидно понимаю разницу между духовным учением православия и социальным институтом православия. То есть, две вещи, которые очень часто даже не соприкасаются. Вот то же самое произошло в индийской философии, которая говорит о кастовости, в алименте, где говорится о кастовости. Каста – это не, ну, вот, говорят, Индира Ганде, она принадлежала касте православным, высшей касте, да, а вышла замуж за кого-то там из нижней касты, там даже не за Кшатри, а там еще за кого-то, еще ниже, и поэтому поверла. Ну, это такое совершенно невежественное заявление, потому что в Индии факт смерти не есть фактом трагедии, это просто, ну, человек снимет рубашку. А во-вторых, видите, мы сейчас имеем четкую иллюстрацию социального института. На самом деле кастовость определяется внутренним уровнем внутренней ответственности человека. Вы едва ли где-то найдете вот эти тезы в открытом доступе, потому что эти вещи для поверхностного изучения чего бы то ни было, они не нужны, а глубинными такими вещами, обычно, мало хребельницы как-то, мысли чаятся, да. Ну, мне учитель все время объяснил, что кастовость – это не принадлежность к какому-то очень богатому, очень знатному там сословию, а это уровень внутренней ответственности перед миром. Первое, я буду русскими терминами там, русскими словами, да, соответственно. Первая кастовая прослойка – это строители или рабочие, или слуги. Так вот, это не приговор, что эти люди будут в обязательном порядке работать только строителями, только там официантами или парикматерами. Ничего похожего. Вторая каста – это каста торгашей, купцов. Третья каста – каста воина. И четвертая каста – каста военнослужителей. Вот поверхностно всегда говорят, брахманы или высшая каста – это вот люди, которые вот слушат Богу, управляют какими-то общественными организациями, какими-то движениями, такими-то, люди-мыслим. Воины, ну, что тут расшифровывать? Воин, он и есть воин, да. Все понятно. Купец – ясное дело, торгаш, барыга, продал, купил, деньги на карман, все. Строитель – кирпич на кирпич, выгнал, выспался. Ну, то есть, очень просто все. Строитель – это человек, у которого уровень ответственности не поднимается выше собственной заботы о себе. Купец – это человек, который отвечает внутренне, готов брать на себя ответственность за свою семью. Воин – это человек, который берет ответственность за свой род, за свое племя. И брахман – служитель, это человек, у которого есть чувство ответственности за мир, за человечество. Примеры будем искать? Давайте искать примеры. Пожалуйста, мы сейчас имеем, ну вот Украина, да? Кто знает такую страну? Слышали, да? Есть страна Украина. Я просто оттуда, мне ближе всего. Вот Украина может похвастаться пятью президентами. Пятью. Я вам могу напомнить. Первый Кучма. А, верно, первый Кравчук. Значит, Кравчука выгнали с работы за полгода до выборов за то, что просочилось, что он себе хохотынку купил в Канаде. Вот элементарный такой маленький эпизод из жизни человека, управляющего 50 миллионным государством в центре развитого мира. На тот момент Украине было 54 миллиона населения. Хохотынку купил. Какой уровень ответственности у этого человека? О семье. Ну, не выше. Ну, легендарно. Да, такие вот простые-простые вещи. Появился Кучма. Приходил с огромными, там, такими лозунгами, там, совсем молодец. Чем закончилось? Семья. Вот у него вопросы семьи стояли. Значит, семья скупила в сотовые провайдеров. Семья, 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 накапливала, накапливала, накапливала. Вот вам, пожалуйста, второе уровень ответственности. Обычный каркашир. Потом Ющенко дорвался до власти. Вспомним, у Ющенко руководила жена. Это была гражданка Америки, которая вышла замуж за будущего президента. У него даже собственного, у него не было даже уровня ответственности, даже за семью. Пришел Янукович. Что мы имеем при Янукович? Забота. Опять же, семья, семья, семья. В истории, 25-летней истории новой Украины ни одного к шатре не оказалось. Ну, за сейчас, за современного алкоголика я говорить не буду, потому что там все вообще все нужно. Теперь давайте посмотрим на Россию. Мы имеем двух президентов. Первый президент со словом семья у нас ассоциируется? Да. Ага. А второй? Нет. А второй у нас все-таки воин, да? Да. Мы можем к нему относиться, как хотим. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то Роском не вышел, кому-то там смотрит не так там. Кто-то там обещает, кого-то там раздражает, что он обещает мочить там бандитов с аркии. Ну, мало ли что. Понимаете, о чем дело? Вот он тогда сказал это 15 лет назад, да? А все это делает. Поймал и замочил. Он просто не повторяется. Ну, я сейчас не буду пропагандировать. Я сейчас просто предлагаю вам вот эти вот простые-простые схемы, которые рассматриваются. Вот смотрите. Единственный брахман, который служитель, который был в современной истории мира, мира, это же, это, это, это гангер, махатма гангер. Все остальные, это если стране везло, у нее к шатри воин приходил к власти. В остальных случаях какая-то брыга обязательно сидит. Кто выбирает? Моисуа. А наше время тесно следит. Вот исходя из вот этих вот простеньких-встеньких таких вот истин, доставился собственный мир, свое отношение к миру. И мы сами смотрим, мы заботимся о чем? У нас основная забота направлена в землю чуть выше или совсем высоко. и не обязательно быть человеку, добраться до высот президента страны для того, чтобы определить, чему он соответствует. Потому что, если дальше продолжать логическую цепочку, то мы приходим к тому, что огромное количество святых людей, это люди высших каст, они не управляли государством. Они влияли на умы тех, кто управлял государством. В этом было их предназначение. что происходит вот с нами, простыми людьми, мы, мы своей энергетикой поддерживаем или разрушаем все, что происходит вокруг нас. Соответственно, и в себе тоже. Давайте вспомним Советский Союз. Тут, наверное, есть такие люди постарше, которые еще Советский Союз не стали. Или телевизор. не все уже 22, потому что 24. Давайте вспомним. Последний лет 20 или 30 у нас была очень модна кухонная политика. И это безобидное явление на самом деле формировало вот это самое энергетическое поле, которое привело к развалу собственной величайшим государством. Всего, да, всего, да. Вы что думаете, цены на нефтью разрушили? Или ты, извините, гормачок разрушил? Мы с вами наши дети. На Украине я помню, я немножко достаточно активно вел общественные жители на Украине. на Украине и мы за набор другу рассказывали на Украине. ооо. Проклякательство милиев. Все с какого. А, да, да, да. Вот мы на выходе сейчас в Тайине. Я сейчас с ужасом вижу, как энергетика выросла. Вот эта груша, которую мы тогда посадили и тщательно песковали, вот она выросла. Я могу сказать, да, что выберли руна за все. мало вам там рассказали не может, да. Да, ничего похоже. Мы отпускали в мир очень плотный поток энергии, которая скапливалась и в конечном итоге она выразилась уже в физическом явлении. Я зачем все это рассказываю? Я хочу, чтобы мы с вами понимали уровень ответственности нас перед собой. Вот я вообще ощущаю вот такое чувство законной гордостью, что вы откликнулись на мое приглашение и занимаетесь вот этой ее упражнение. Занимаетесь. вы знаете отлично, что самое сложное в нашей жизни это начать выполнять первое упражнение. Какое у нас первое упражнение? Помните? маленькое упражнение? А? Маленькое Маленькое Ого, вы замахнулись. Ого. Наше первое упражнение это встать с дивана. Это первое упражнение из 6 миллионов питерцев сделает, может быть, наверное, какое-то ничтожное количество людей. Маленький процент. Я не только о нас говорю, потому что кто-то занимается этим, кто-то этим занимается. Но все остальные лежат на диване. Вот как не досадно, но они формируют тоже энергетическое поле, в котором мы с вами живем. Как вы видите? А, спасибо. Так вот, я безмерно горд тем, что мне удалось внятно сформулировать свое приглашение и на него кто-то откликнулся. И откликнулся не маленькое количество людей, а я хочу, чтобы вы прониклись и чувством ответственности, и чувством гордости за то, что вы делаете. А для этого я приведу одну маленькую цитату, не цитату, я переборжу, а своими словами это библейская притча. Сейчас дай Бог памяти. Это книга Исход, самая первая книга. Исход. Когда Господь сказал Аврааму, встань, ты и рот твой, и выйди из города до сего, ибо я зовю на него гнев и серый. Призошел Авраам на гору и обратился к Господу и сказал, Господи, подлинно ли ты готовы уничтожить город, а если в нем найдется пятьдесят праведников? Господь ему ответил, если найдется пятьдесят праведников, мне трудно трону город съесть. Тогда Авраам говорит, Господи, я прах и пепел, набираю можно я еще слово скажу, а если будет всего тридцать праведников? Такого сняла, ладно, и ради тридцати не буду город уничтожать, но все вот тридцать праведников. До какой цифр доторговался Авраам, помните? До десяти. До десяти. После этого Господь отошел и замолчал. Что произошло с Содомом в Негоморре? И десяти праведников там не было. Я не хочу, чтобы здесь прозвучало, что мы с вами тут праведники и такие вот это тоже гордыня, дешевая такая вот гнусная гордыня. Я сейчас сочувствую ответственность. Вот то, чем мы с вами занимаемся, есть некий энергетический посыл, который вот нам надо им и ям. Это символ гармонии, вы знаете, да? Ну здесь стилизация красненькая, черненькая, а на самом деле белая черная. То есть две противоположности. Причем черная это отсутствие света. Давайте вспомним. Свет это уже созданное, а черное это не созданное, это форма, это то, что есть всегда. ну сейчас я закончу эту мысль и потом объясню, что я имею в виду, для того, чтобы подтвердить свои слова авторитетом. вот наша с вами задача в этом составе увеличивать свои ведры, все-таки наполнять светом. И не потому, что черное это плохо, а потому, что будет перекос. А перекосы допускать нельзя, в этом случае возникает дисгармония в природе как таковой. Плохого и хорошего нету. Это мы оцениваем, мы об этом уже говорили, да? Но никто не унывает по поводу осени, нет, конечно, осенний депресс это святое, и как это в ней не пополоскаться? Но имеется в виду, никто же там не унывает по поводу того, что ах, на березке листики умирают. Ну вот так вот. Если листики осенью там в ноябре не облетят, то они в апреле не появятся. Следовательно, обычный напарный цикл, и только мы его наполняем своими эмоциями, отрицательными, положительными, даем им оценки. Но мы наполняя мир энергетически можем влиять не на смену событий, а на качество пребывания в событии. Что такое черное-белое? Опять возвращаемся к Библии, против Библии не коронит поздравления. Ну, это источник информации, скажем так. Потому что Библия на самом деле, ее тут пытаются превратить, обычно у нас в обществе в ходе такая привычка, да, в крайне сочиняться обязательно. Либо от полного там, я не знаю, фанатичного поклонения до полного отрицания. На самом деле, Библию надо мне читать. Потому что Библия, как в принципе любой другой религиозный, любой, другой религиозный, духовный материал, он аллегичен, аллегичен, простите, аллегичен. Да-да-да, аговорка по шейну. Если брать библейскую истину, как это часто делают аппалагенны, и потом начинать те оглушевывать общество, то мы дойдем до крестовых походов, как минимум, или еще чем-то творим. А если мы понимаем, что это некая образность, некая игорья, то тогда возникает понимание, что за этим кроется. Я, допустим, Библию понимаю, как некую инструкцию. Вот, покупаю я там пылесос, такой весь. Ну, хорошо там, когда одна кнопка и шляп. А когда вы делаете такую пульту поведения, вот, меня дикаря там, пластикли бы, я его сперва поломаю, а потом открою инструкцию. А потом прочитаю. Надо было совсем твоим последним. Так вот, Библия, канал, то же самое, да, Баховхарата, с той же самой там, договат библией. Это инструкция по пользованию меня вною, человека-человеком. Первые, первые стихи, первые книги библейские, да, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездой, и Дух Божий носился над водой. Причем, по слову носился, не реагируйте, что он сумасшедшей скоростью перемещался туда-сюда, а носился имеется в виду витал. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал свет днем, а днем ночью. И был вечер, и было лучше, день и днем. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездой, и сказал Бог, да будет свет. Свет произошел, а тьма это отсутствие света. это неплохо и нехорошо, это просто отсутствие света. Восточной философии женское начало, а здесь подавляющее присутствие женского начала, женское начало определяется вот этим светом. черное, значит, пожалуйста, это не повод для уныния. Я вам объясню, это очень просто. Черное, это первая причина, это начало. Ничто без него не начало быть, что начало быть. Вы и есть основа мира. не будет женщины, не будет мужчины, ему взяться неоткуда будет. Поэтому будет основа. Ну, такой цвет вам достался вот, да? Вы можете его эмоционально или как субъективно оценить, как ой, 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 он нехорошо, она человек веселенькая. А можно успокоиться и согласиться с тем, что ничего, его причина это здорово. Из него и произрастает. Загачем из белой зубринейства проверял. Ну, собственно, возвращаясь к нашему с вами бытию, мне хочется опять закончить все это дело улицей. Был такой паренек, многие о нем помнят, слышали, для новичков напоминаю. Звали его Сиддхатха. этот паренек до 28 лет жил в царских покоях, был любимым сыном и папа его до такой степени пестовал, что даже оберегал от всякого рода, даже чтобы глаз его ничем не мог горчиться. Поэтому из царского дворца и окружения были убраны все, и старики в том числе уже не говоря коллегам. Ну вот все, только красота присутствовала. Он даже жениться удумал, он успел. И даже все надоело. И в какой-то момент он оказался так по недосмотру стражи, которая непонятна была, то ли эскорт, то ли конвой. Вот по недосмотру этого эскорт-конвоя он оказался за пределами царского дворца и увидел жуткого согменного старика, такого побитого болезнью, немощного. Это он подвесло. Он бросил свою жену, бросил своего ребенка маленького и ушел искать истину. Где-то 40 лет шумитал. Превратился в Будду. Это есть вот тот самый Будда, который является светочем. Светочем. Я зачем эту историю в принципе рассказал? Для того, чтобы мы с вами все-таки понимали, что идеальное только в нашей голове. Это опять же наши оценки. А вот так вот пришел человек к просветления. И когда он просветлился, его честь стали возводить статуи, монументы. через тех, где Будда изображен, причем неважно, он изображен в индийской традиции или в восточных традициях, как в монгалоидных, там, то есть, роскосты, там, не очень роскосты, тоже дело такое. Но всегда присутствует некая такая загадочная улыбочка на лице. через 1200 лет после появления Будды в этом мире некий паренью известный нам как Леонардо да Винчи изобразил девочку Джакон. Вот последние 400 вообще-то лет народ ходит и пытается разгадать, что же ее улыбка значит. Ее улыбка значит гармония, внутренняя гармония. Эта улыбка будет. Давайте мы все с вами сейчас эту улыбку на себя не днем. Я вам предлагаю совершенно нормальное техническое решение этого вопроса. Совершенно нормально. Давайте мысленно сейчас прикоснемся к кончикам, верхним кончиком ушей. Мысленно. Вот наши ушки, да, его здесь вот сверху, мысленно взяли и вот туда сконцентрировали внимание. Сконцентрировали? А теперь сразу же еще кусочек внимания сконцентрируем на крайних уголках наших глаз. Итак, мы вот здесь держим внимание, вот здесь держим внимание, да? А теперь еще добавим внимание немножко на уголки так. А теперь все это вместе, прямо все вместе. Взяли и на полмиллиметрика подняли вверх. Вот это вот состояние, которое на востоке называется передвыдкой. поднимаем вот следующее будет. А в настоящем момент, в настоящем мгновении у меня это перед улыбкой. Это идеальное состояние, которое заставляет наши внутренние органы, заметьте, вот экинология должна, внутренние органы, они внутри, внутренние органы, они соответствуют нашему внешнему, нашему большому. Моя мысль заставила с помощью вот этой вот очень простой техники внутренние органы мобилизоваться. Я не обещаю, что у вас мгновенно прошли все болезни, что вы мгновенно стали молодыми, стройными. Нет, молодыми вы остались. Ну, есть еще некоторые вопросы. Есть еще там, чуть-чуть, да? Но вы уже дали посыл, если вы этой примитивной, физиологической технике будете прибегать чаще, а желательно постоянно, то вы через какое-то время, может быть, с недоумением, а может быть, я не знаю, с каким эмоциональным окрасом, вы отметите кардинальные изменения в себе. Равно, как и многие из вас отметили, они просто подходят ко мне и делятся, да, может быть, какой-то, какой-то, какой-то. Ой, занимаешь три месяца, ой, занимаешь четыре месяца. Столько всего! Вот так все произошло, вот так вот все меняется, вот так вот. Я ведь не раздумываю, нет? Это даже есть. А мы-то занимаемся всего-то ерунтой. Я не смею вас больше добавлять с вами присутствием. Мне, конечно, немножечко досадно, что наше приглашение, искренне и открытое, близлежащих жителей, не вызвало возника. Потому что я рассчитывал, что с вашей помощью мы с ними поделимся вот тем, вот той драгоценностью, которую мы сейчас обладаем. Я не знаю, вы, может, это так не расцениваете, я эмоционально, субъективно расцениваю вот эти драгоценности. Китайцы говорят, что это в цикл выше формы сложности, и меня трудно переубедить вот так. Ну, наверное, вот так. Я готов просмотреть ваши вопросы сейчас какие-то, а вообще у нас получается так, если любопытно, мы можем продолжить встречу завтра, потому что меня пригласили на такую же встречу. Вот есть зал Александровский, как он называется? Торговый центр, или какой там? Коммерческий центр, бизнес-центр. Он находится, многие знают, где он находится, а кто не знает, это вот кто из метро вышли, метро Пролетарское. Вот вы стали, прямо выход, вот единственный выход, и повернулись налево. Не переходите проспекты, сразу налево повернули, перешли вот эти маленькие проезды, и идете вдоль центра Троицкого поля. Сразу займу следующее здание двухэтажное поможем. Это есть Александровский. На втором этаже там небольшой зал. Меня пригласили там побывать, но я подозреваю, что там точно так же будет набран народ, как и у нас. Посидим, по-слойски пообщаемся. К этому времени можете, если у кого-то какие-то вопросы возникли, можете их написать на бумаге и написать чтобы у нас разговор был более приятный. Я, конечно же, подготовил определенный спич, для того, чтобы, ну, вот так, прошло время. И еще хочу напомнить о том, что я говорил в зале, сразу после меня будет встреча с писателем, который издал книжку. Значит, из собственного маленького опыта, это я знаю, издать книжку это будет. Это я не хвастаюсь, а просто я знаю, что это огромный, огромный труд бесчеловечный. И если человек этот труд сделал, то по меньшей мере он уважения достоин. Поэтому можно с ним встретиться, послушать, что он хочет донести народу и книжки он пообещал всем присутствующим подарить книжку с автоколом. Завтра? А? Вот вам все секреты обязательно надо выдать. Я такую три выдержал, а мы вот сцели и все так вот. Это Гюрия Патерекордача. Это вот наш редкий наш участник мужескопов. Выдав вам страшный секрет в Китае, вы знаете, да, это искусство называется Татизау Ли Тяо, и там по одному из пунктиков правил участия в различных мероприятиях, фестивалях, в конкурсах различных, да, там дополнительные баллы присуждаются за наличие мужа скорбола в команде. Команда должна быть не менее 8 человек, и они за это получают, могут получить до 80 баллов. Ну, там, в сумме. А если из 8 человек один мужчина, то сразу 10 баллов получают. китайцы вы знаете, как они идут? Вот так у нас и лучшая ситуация, потому что мне одна, один из одного очень авторитетного источника, я узнал, что наше общество идет, да, здесь статистика не бензинная, не только работают по партнерам, а статистика бензинная. Умеется ввиду, что соотношение в области, смертность, способность к воспроизведению рода, воспроизводству рода и так далее и тому подобное. Если будет интересно, я приглашу специалиста, очень авторитетного, и она подтвердит мои слова и даст развернутую информацию на этот период. Буквально завтра. Есть желание? Да, на завтра на эту тему тоже поговорим. Так, какие еще вопросы искать? На сколько завтра завтра ровно в 13 часов. В 13. Я постараюсь уложиться, там зовут 40, а потом произведем Юрия Батеринова. Все, спасибо большое за встречу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова